Главные 10 мест Москвы, которые должен увидеть каждый турист. Москва это город, который сочетает в себе историю, культуру и современность. И предлагает туристам невероятное количество мест для посещения. В этом видео я расскажу вам о 10 главных достопримечательностях столицы, которые должен увидеть каждый, кто приезжает сюда. Ленинская библиотека Начнем с Ленинской библиотеки, она же Российская государственная библиотека. Это крупнейшая библиотека России и одна из крупнейших в мире. Ленинская библиотека это не просто место для чтения, это настоящий храм знаний. Здание библиотеки восхищает своим монументальностью и архитектурным стилем сталинского ампира. Здесь хранится более 47 миллионов экземпляров различных книг, журналов и рукописей. Даже если вы не планируете погружаться в чтение, само здание стоит вашего внимания. Но как будем сюда добираться? Конечно же на метро. Московское метро само по себе является уникальной достопримечательностью города. Здесь более 200 станций метро, а такие станции как Киевская, Комсомольская и Маяковская украшены мозаиками, витражами, колоннами, что делает их настоящими произведениями искусства. Многие туристы приезжают специально, чтобы полюбоваться на красоту и масштаб московского метро. Если вы хотите узнать больше о московском метро, забронировать любой другой тур по городу с гидом или просто забронировать здесь гостиницу, все полезные ссылки вы найдете в описании к ролику. Движемся дальше к нашей следующей достопримечательности. Крымский мост. Это не только важная транспортная артерия города, но и прекрасное место для прогулок. Пройдитесь по нему до Центрального парка культуры и отдыха имени Горького или набережной у парка искусств Музеон. И конечно бонусом получите невероятные виды на Москву-реку, Храм Христа Спасителя и Кремль. Крымский мост особенно красив в вечернее время, когда включается подсветка. Воробьевы горы. Уважаемые пассажиры, мы выезжаем к остановке, смотровая площадка на Воробьевы горы. Здесь можно насладиться природой, панорамным видом на город и Москву-реку. На смотровой площадке, которая находится рядом с главным зданием МГУ, открывается великолепный вид на город, особенно на стадион Лужники, Москва-Сити и исторический центр столицы. И здесь же не постесняйтесь и подойдите к главному зданию Московского государственного университета имени Ломоносова. МГУ – это символ столицы и крупнейший университет страны и мира. Это одна из семи знаменитых сталинских высоток, и она поражает своим величием. Здание МГУ является самым высоким учебным корпусом в мире и впечатляет не только своими размерами, но и архитектурой. Приедьте обязательно сюда вечером, потому что вечером здесь все горит огнями, и Москва совсем другая. И обязательно не забудьте купить здесь мороженое, чтобы потом весело ходить вот так. А не вот так. Я пока трендел, мой автобус уехал, на котором я приехал. Да, кстати, если ваш автобус уехал, у вас есть несколько возможностей уехать отсюда своим, как говорится, пешком. Обязательно скачивайте приложение. Одно из них Яндекс.Го, где вы можете взять себе сам электро... Кстати, машины проезжающие, спортивные некогда. Вот это место было мега популярно для ночных гонок, дрифтов, чего здесь только не происходило. Культовые места, куда приезжают все на всех заряженных тачках, на самых дорогих тачках Москвы. Понты это вот сюда. Да, и вот, пожалуйста, вы сразу видите, вот вам самокаты. Вуш, 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 вуш стоят. Также есть электровелосипеды. Это ВТБ у нас. Так, дальше еще вуш. Ну, короче, вуш, Яндекс. Что у нас еще? Ну, это основные такие, наверное, на которых я катаюсь, которые у меня есть в приложениях. Поэтому вы тоже, если собираетесь приехать в Москву или живете здесь, мало живете, только живете, приезжий студент, турист, скачивайте вот эти приложения и спокойно катайтесь. Я упомянул спортивный комплекс Лужники. Это сердце спортивной жизни Москвы. Он принимал крупнейшие спортивные мероприятия, включая Олимпийские игры 1980 года и чемпионат мира по футболу 2018 года. Здесь очень крутая штука. Это фуникулер. Отсюда можно взять фуникулер, проехать туда и потом еще проехать обратно. Туда проехали, погуляли по набережной, вернулись обратно, сели на автобус и уехали. Куда глаза глядят. Вот, например, Сити. Московский международный деловой центр, он же Москва-Сити. Это олицетворение современной Москвы. Небоскребы, возносящиеся ввысь. Символизируют экономическую мощь и развитие столицы. Одно из самых высоких зданий Европы, Федерация, находится здесь. Из панорамных окон на верхних этажах открывается захватывающий вид на весь город. Если вы хотите посмотреть на город сверху, здесь находится самая высокая смотровая Москвы. Панорама 360. Здесь, кстати, видите, рядом с Москва-Сити вы можете сесть вот на такой кораблик и прокатиться. Вот здесь есть пирс. Вот такой вот модный. Арбат старый и новый. Старый Арбат. Это историческая улица, по которой прогуливались знаменитые поэты, художники и музыканты. Здесь можно найти множество кафе, магазинов, сувениров и уличных артистов. Новый Арбат. Это современная версия улицы с высокими зданиями и торговыми центрами, где чувствуется дух динамичной Москвы. Большой театр. Это символ российской культуры и искусства. Это одно из самых известных театральных зданий в мире. Где проходят выступления балета и оперы на высочайшем уровне. Архитектура театра впечатляет как снаружи, так и внутри. Внутренний интерьер украшен роскошными лепнинами, хрустальными люстрами и мрамором. Даже если вам не удастся посетить спектакль, здание стоит осмотреть. Давайте я вас немножко сориентирую, если вы никогда не были в Москве или вы только приехали. Это театральная площадь. Это большой театр. Здесь он не один. Вот еще малый театр. И многие знают, что если есть большой, то логично, что есть и малый. И на самом деле они находятся по сути тык-притык друг к другу. Но здесь есть еще один театр. И это театр молодежный. Вот он тоже не менее красивая архитектура. Поэтому выбирайте для себя любой, берите билеты. А если вы не хотите покупать билеты, то просто приезжайте сюда на театральную площадь, садитесь рядом с фонтанчиком, делайте наконец-то уже фотографии рядом с большим театром и фонтанчиком. И слушайте эту прекрасную акапеллу от ребят из Зимбабве. Ну и как же можно оставить наше сегодняшнее путешествие без шоппинга? Гум. Главный универсальный магазин на Красной площади. Это не просто торговый центр, а одно из знаковых зданий Москвы. Архитектура Гума поражает своей элегантностью. Его крытая стеклянная галерея и украшенные арки создают атмосферу стира и роскоши. Здесь можно не только купить модные товары, но и насладиться исторической атмосферой. Друзья, это было 10 достопримечательностей Москвы. Это лишь малая часть того, что предлагает столица своим гостям. Этот город очаровывает своим многообразием, соединяя в себе прошлое, настоящее и будущее. И каждый найдет здесь что-то для себя. Если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь. Впереди нас ждет много роликов о путешествиях. Если вас интересует учеба за границей, заходите также и на мой второй канал. Называется канал Smaps Education. Там вы найдете множество обзоров зарубежных учебных заведений со всего мира. А если вам интересно поехать, скажем, в лагерь за границу, заходите на сайт wsmaps.ru. Там наши консультанты в режиме онлайн помогут подобрать вам любое учебное заведение в 40 странах мира.